МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хороша! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу о загородной жизни. Все, что вы хотели узнать о даче, но не знали, у кого спросить. Я Дмитрий Николаев, ведущий этой программы. Но самое главное, я начинающий дачник. И вместе с вами я буду решать одни и те же задачи. Сегодня мы поговорим о посадках. Кстати, не успели мы посадить, как испортилась погода. На даче все нужно делать вовремя. К вашему вниманию наша новая рубрика «Календарь дачника». Ну, вот дача, она как невозможно без ягод, без яблок, карельская дача, без соседей. Так, собственно, и без огорода. Единственное, что всегда, огород вызывал, ну, такое, что ли, не очень приятное чувство вот с детства. Я просто помню, что огород – это значит работать. Работать от зари до зари. Ну, мы сегодня с вами сделаем парник такой, чтобы вам было меньше работать и получать от этого удовольствие. Не только от огурцов, но и от работы с парником. Елена Поликарпова – дачник с четвертьвековым стажем. Хобби переросло в профессию, а практически знания подкрепились научными. Закончила биофак ПетрГУ четыре года назад. Раньше, вот я, например, испытывала сорта и гибриды новых растений, то, как бы, методом проб и ошибок. То сейчас уже конкретно знаю, что растет, что не растет, какие нужно действия производить с каждым растением. Вообще, очень стало интересно. Пойдем вашим путем, пойдем от практики, потом, может быть, где-нибудь в 2019-м поступлю в университет. Поживем-увидим, а живем мы в зоне рискованного земледелия. Для начинающего дачника риск увеличивается в разы. Нам не обойтись без теплицы или парника. Теплицу по ее старости мы ликвидировали, а парник еще очень даже ничего. Обновим, освежим и используем. Мы взрыхлили землю, которая была, убрали многолетние сорняки. Те, которые вот остались небольшие, это не повредят. Они тоже будут играть свою роль в развитии наших растений. Сажать будем огурцы и патиссоны. Огурцы – самая популярная овощная культура. Их сажают повсеместно. Мы не станем исключением. Хороший урожай во многом зависит от правильной посадки. У нас земля кислая. Необходима доломитовая мука. Примерно пол-литра на квадратный метр. Пол-литровая банка и доломитая мука. Просто рассыпать и взрыхлить. Далее мы внесем грунт крупной фракции, для того, чтобы он работал все лето. Давал огурцам и тепло, и питание. Дальше мы внесем с вами биогумус. Чтобы тоже так же огурчик брали прямо с грядки, не боясь. То есть это перед посадкой огурцов? Да, перед посадкой огурцов. Это называется «Заправим парник». То есть вот, и рассыпаете мешочек. Это так вот называемый экогрунт? Да. Это экогрунт онежский. В его состав входит биогумус, торф, песок, доломитовая мука. И питание все за счет биогумуса происходит. И далее, чтобы облегчить вашу работу, мы закроем укрывным материалом спонбон черный, который влагоемкий, устойчив к солнечным лучам. Потом он пропускает воду, то есть можно поливать, не снимая его. Сдерживает рост сорняков и еще удерживает влагу в почве. А огурцы мы будем садить по два на квадратный метр, так как они идут в парнике, расстилаются, занимают много места. Поэтому мы сейчас это делаем таким образом. В квадратики, которые мы нарежем, мы посадим туда огуречную рассаду и закроем сверху укрывным спонбондом белым, для того, чтобы наши огурчики хорошо перерослись. Удавливай снизу, да? Так, чуть-чуть. Вот так вот, да? Да, да, да. Ну, видите, как хорошо. Почти, как будто здесь и был. Да, и здесь еще. И давайте еще. Какий большой? До 20 килограммов. Это разновидность кабачка. Разновидность кабачка? Да. У него как НЛО, тарелочки такие. Ага. Но единственное, не передерживать, то есть до 10 сантиметров снимать. Поливать раз в 5 дней поливают, но если стоит жаркая погода, то раз в 3 дня. Вообще, утром лучше поливать огурцы, потому что и обязательно теплой водой. Обязательно. То есть градусов 25-30 должна быть вода. Вы можете поставить леечки на солнце, тем самым нагреется вода. Или в какую-то емкость, может быть, у вас будет. Но с колодца ни в коем случае нельзя, со скважины ни в коем случае нельзя. Потому что сразу появляются корневые гнили, и растение может погибнуть. Приступаем к водным процедурам. Айда купаться. Здесь недалеко озеро. Ну а что-то мы вырвались теплыми денечками на улицу и позабыли рассказать вам про внутреннюю отделку дома. Там еще по последнему майскому похолоданию дошло дело до стен. Они не только усиливаются, но еще и выравниваются. А как же? Кому нужны усиленные, но не ровные поверхности? Ну вот мы прошли такой путь. Мы сначала все разобрали, посмотрели, потом укрепили, насколько это было возможно, чтобы было все четко и безопасно посоветовались с инженерами, которые дали нам на что-то добро, что-то запретили. Потом мы делали обустройство пола. Мы об этом рассуждали. Залили мы фундамент под камин. Теперь сделали стены. Так получается. В стенах мы еще сделали новые проемы для окон. В стенах, да, мы вырезали проемы. Как раз мы когда делали конструкцию более жесткой, когда мы закрепляли все эти стены, мы уже знали, какие будут проемы. Поэтому мы старались сделать эти несущие конструкции около окон будущих. Поэтому сейчас они получились как раз после того, как вырезали проемы, они получились как раз рядышком. Тем самым, та же самая усадка, о которой мы говорили, бруса, она не будет давить на окна. То есть ее не будет. Мы ее исключили. И еще в окнах мы сделали фальш-проемы подготовили. Также это вертикальные доски с боков. В каркасном доме, опять же, этого не нужно, если каркас рядом идет. То есть он сохраняет жесткость? Да, да, вертикальный каркас. Илья Фролов и Федор Власов. Строители очкарики. Придумки дизайнеров для них не наказание, а дополнительный интерес к работе. Важные качества, трудолюбивые, внимательные, аккуратные. Более того, в отличной физической форме, что обеспечивает высокую производительность при работе как на открытом воздухе, так и в помещении. Стены дома из бруса дышат на протяжении всей жизни дома. А каркас более жесткий. Соответственно, и технология обустройства стен в разных домах отличается. В нашем случае есть и основной дом из бруса, и каркасная пристройка. Чем отличается обустройство стен в каркасном конкретно доме, где делают пристройку, и в срубе, который у нас был? В каркасном доме считается, что он неподвижный. Все-таки он достаточно жесткий. Поэтому в нем можно использовать гипсокартонные перегородки без опаски, что они там куда-то их выгнят, треснут или еще что-нибудь с ними произойдет. Сруб, он более подвижный, он дышит. Зима, лето, дерево двигается. Потом еще он имеет какую-то усадку, древесину. Поэтому в срубах принято делать либо дом в доме, либо, как мы сделали здесь, получается, мы закрепили все стены металлоконструкциями. Тем самым исключив возможную усадку дома, его подвижки. И поэтому в нем также можно зашивать стены. Сделали каркас деревянный, мы взяли брусок 50 на 50, для того, чтобы в любом случае, во-первых, выровнять стены вертикально и плоскость изготовить, и чтобы была возможность дополнительного утепления. Потому что в наших широтах все-таки просто сруб 100 на 150 это достаточно мало. То есть получается, что у нас снаружи сайдинг. Сайдинг с утеплителем 50 мм, потом 100 мм брус, и потом 50 мм утеплитель изнутри. И пара ветрозащита. Она сделается для того, чтобы влажности изнутри помещения не попадали в утеплитель именно, чтобы он не исчерпал свои свойства. А в каркасе, как это все происходит? В каркасе, там пирог, получается, должен быть минимум 200 мм. То есть в нашем каркасе, который мы строили здесь заново, мы использовали доску, как несущую конструкцию, 150 на 50 мм толщиной. Получается изнутри у нас 150 мм утеплителя плюс ветропарозащита. И мы рассчитываем, что 50 мм утеплителя еще будет снаружи под наружную отделку. Какая бы она ни была, все равно она будет на каркасе, и эти 50 мм надо утеплить. И в сумме у нас получается 200 мм утепления. И снова на волю в сад-огород. Сегодня открываем новую рубрику «Календарь дачника». Итак, что надо делать на даче в третью неделю июня? Сейчас как раз начинается пора осмотра деревьев, кустарников, овощей, цветов на предмет появления вредителей. И также сейчас, может быть, уже начинаются болезни. То есть осмотр. Если выявляются вредители и болезни, то, конечно, обработка. Это прежде всего. Самое главное – это то, что мы посадили, мы должны подкармливать. Жидкими, лучше всего, конечно, жидкими удобрениями. У кого какие есть. Может, или Байкал, или биогумус жидкий. То есть вот этими раз в 10 дней. Сейчас начинают расти плодовые кустарники и деревья. То на этом моменте лучше всего их ограничить рост пинцировкой. То есть это прищипкой пальцами. То есть вот пинцировка – это вот пальчиками. Здесь место отрыва пропкуется, и не надо замазывать садовым варом. И тогда вот этот росточек начинает от древеснивать и готовится уже к зиме на хорошем. Вот и так каждый росточек у нас. Это очень видно хорошо. Вот он. И так вот. И по всей груши. На этой неделе уже можно приступать к посеву двулетних культур цветочных. Это и виолы, и маргаритки, и наперстянки, и левкои. То есть ассортимент очень большой. Кому какие нравятся, то не надо забывать об этом, что как раз это неделя для посадки. Другие советы уже на четвертой неделе июня. До встречи на даче. Хорошо. Хорошо.